СОНИК БУМ Эй, Тейлз, как продвигается операция «Большой робот-кромко-падает»? Так же хорошо, как операция «Называй операции получше». Мой антипод не стреляет! С радостью бы остался и помог убрать, но это не мы хотели заманить тебя в ловушку. Взгляните на этот мусор! Эти олухи должны были вывести его три недели назад! Сэр, может, вместо того, чтобы ругаться, лучше обратиться в профильное правительственное учреждение? Мой мусор должны были вывести три недели назад! Ага, вам повезло. Это год выборов. Я сейчас же об этом позабочусь. Эггман один. Мусор ноль. Вы как заплатите? Сейчас или по почте? Дай-ка посмотреть. Это грабеж средь бела дня. Я ведь уже отпраздновал. Ты берёшь с меня деньги за уборку мусора? Правительство должно всё делать бесплатно! Все же платят налоги! В этом месяце количество вашего мусора намного превысило лимит, и вам придётся внести единовременный платёж, иначе я конфискую ваше логово зла. Где-то здесь должны быть деньги. Мне бы не помешали они на ускоритель частиц. Я собрал прототип ещё в летнем лагере. А что, если продать вашу машину с одного дня? Вы не пользовались ей с начала первого сезона. Нет, нужно продумать разумный план по сбору нужных мне денег. Придумал! Я превращу моё логово зла в курортный отель. А как вы будете искать людей, которые захотят отдохнуть в логове зла? Внимание, внимание! Спешите увидеть экзотических птиц, которые начерикают вам заманчивое предложение. Кьюбот, ты не должен говорить это. Точно. Я забыл. Всем внимание! Никаких птиц нет! Так, что задумал Эггман? Он превратил своё логово в курортный отель, чтобы оплатить небольшой счёт за вывоз мусора. Звучит подозрительно, но на всякий случай лучше проверить. Доброе утро, адмирал! Доброе утро. Газету принесли? Хочу узнать результаты соревнований по крикету. Отлично! О, похоже, какой-то парень Эггман намерен открыть отель. Я. А Эггмана это отель. Прелестно. А когда он откроется? Он открыт. Вы находитесь в нём. Ну и ну. Стоит почистить обувь. Вечеринка закончена, Эггман. Мы сорвём твои планы. Нет планов. Я открыл отель. Отель? Ну и ну. А когда он откроется? Уже открыт. Тогда ты не против, если мы заселимся? Пожалуй, нет. Это неправильное поведение. У тебя должно быть радушное отношение к постояльцам. И ручки с логотипом. Признаков злодеяния нет. Может, Эггман говорит правду? Есть только один способ узнать. Эггман! Принеси-ка мне колуки-джуки. А зонтик? И только ананаса. А мне нужно десять таких бесплатных блокнотов для бумажной модели поезда. Они не для этого. Послушай, парень, мне нужно ещё три полотенца. У тебя их и так уже много. Нужно больше помогать гостям, чтобы они захотели вернуться. А я не хочу, чтобы вы возвращались. Я почти собрал мэру на штраф. И когда я его заплачу, я вышвырну вас отсюда. У меня пропали подушки. Что значит пропали? Здесь им меня не найти. Тут уютно и просторно. Хоть отель для любителей подушек открывай. В общем, вот твои деньги, жадина эдакая. Это совсем несложно. Я лишь сделал из моего логова отель. А вы знаете, что на это нужно разрешение? Да? Ну и что ты сделаешь? Это уже не отменить. Жизнь продолжается. Штраф за открытие отеля. Платите сейчас или по почте? Я останусь ещё на неделю. Но я боюсь привыкнуть. Можно мне каждую ночь менять номера? Каждую ночь новый номер? Ты что, не в себя? Вон из моего отеля! Если вы хотите собрать деньги, нужно быть вежливым с гостями. Может, мне и с тобой быть вежливым? Подожди. Хорошо. Сделаем по-твоему. Мой пульс от телевизора всё ещё грязный. Может быть, ты сам грязный? Прочь из моего отеля! Уж так гораздо лучше, сэр. Добрый вечер, доктор. Трудная ночь. Я работаю за всех сил, и мне всё равно нечем заплатить мэру. Не волнуйся, приятель. Соберёшь деньги. Это факт, как и то, что мое лицо способно выражать сложные эмоции. Босс, у меня важная новость. Слышал последнюю новость. Нователь скоро будет тайно проверять тайный обозреватель, который пишет тайны обзора для журнала Тайных Обзоров. Да, об этом только все и говорят. Это действительно крупный набор бизнес-терминов, мистер Найн-Пёрсон. Что-то я сомневаюсь, что разговор был именно таким. Но я должен вычислить и порадовать этого тайного проверяющего, чтобы сделать это место прибыльным. О, это может быть он. Приведите себя в порядок. Добро пожаловать в Эгман-отель. Эй, сейчас моя очередь. Отвинишься. Мне нужна только скрепка. Здесь не бесплатный канцелярский магазин и счастье. Вы так разговариваете с гостями? Нет, что вы. Вот ваша скрепка, мадам. И вам тоже. Так мы приветствуем новых гостей. Очень надеюсь, что у вас тихо. Бронь наряда Хирона. У меня была безумная неделька, и мне нужно расслабиться. Мы гордимся тем, что создаем спокойную, умиротворяющую обстановку для отдыха. И для семей с детьми тоже. Я очень требователен к моему номеру. По долгу службы я бывал во многих отелях. Прошу прощения. Ты что, не видишь, что я занят с важным гостем? Обещаю, больше никаких помех. Мои дети хотят есть. Я требую, чтобы вы все бросили и накормили их, наконец. Вы требуете? Я плачу большие деньги за пребывание в этом отеле. Хорошо, несносная гостья. Я брошу все и накормлю ваших нетерпеливых деток. Простите. А можно? Как вам? Средненько. Не тебе. Ему. Средненько. Будь я обозревателем, я бы поставил три из десяти. Что? Так ты не обозреватель? Нет. Я страховой агент. Так вот как. Я что, все это время был вежливым с тобой зря? Раз ты не обозреватель, тогда кто он? Не хотите чашечку чая, сэр? Простите, мы ждем целую вечность. Через минуту, врядина. Я хочу чая, только без кофеина. Не хочу слишком нервничать сегодня, продавая пылесосы. Продавая пылесосы? Разве они еще есть? Где-то тут обозреватель, а я трачу время на вас, Олухов. Ну все. Это самое ужасное обслуживание в моей жизни. А вы просто грубиян. А обозреватель я. Ты? Что ж, это фиаско. Пожалуй, стоит воспользоваться проверенным способом. Кабинет мэра. Мэр слушает. Я взял в заложники твоих жителей. Аннулируй штрафы, или я аннулирую их. Кто это? Подождите. Мне нужно найти шляпу для переговоров. Роботы, в атаку! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Соник Бум А зачем приходить, если есть доставка? Я хочу сделать заказ Четыре нямбургера в дом Эмми Роуз Жду в течение получаса Известный бандит по критике Цэппп Ну-ну, держись! Девушки отдыхают Если честно, буду благодарен Тут сказано, что завтра спецгруппа будет проверять качество доставки нямбургера Наконец-то! Мы сможем все рассказать! И тогда, возможно, качество обслуживания улучшится По шкале от превосходно до блестяще Как бы вы оценили службу доставки нямбургера? Это ж сутка! Я бы доставил заказ за три минуты! За три минуты? Если ты уложишься в это время, мы берем тебя на работу Вы же не будете мне платить? Конечно, не будем Если мы крупная корпорация, это не значит, что наши работники должны получать зарплату Но за каждую успешную доставку предлагаю тебе бесплатный хот-дог Договорились! Ха, глупый! Прошу, форму нямбургера Буду носить с гордостью! Чем тут гордиться-то? Твой первый заказ Предупреждаю, все клиенты жадны, так что чаевых не жди Быстро принес, получил на чай Вот это мичевор! Вот еще заказы О, как быстро! Я даже кошелек взять не успел Минутку Где же он? В шкафу? Нет В пиджаке? Нет Ура! Я нашел кошелек! Вот же он! Все это время он был у меня в руке Дальше нямбургер на двоих О! Для Эми Роуз? Привет, Эми! Я принес заказ для тебя и Майка, Лероя, Леди Козы Не знаю, с кем ты будешь завтракать Не со мной же С тобой, Соник Ты можешь взять перерыв? Да, конечно Но только на минуту Хорошо перекусили, пока! Все доставил С тебя шесть хот-догов Эй, эти не надо доставлять Фух, придется съесть самому Ну и ладно Классная работа Не вижу никаких проблем Скоро начнется ежик Эбби Где мои сэндвичи? Привет, я еж Соник Я знаю, кто ты Как не знать своего злейшего врага Нямбургер гарантирует доставку в течение трех минут Иначе получите бесплатно Не хочу это есть Хочу нямбургер с доставкой от ежа Соника А если он опоздает То я получу его бесплатно Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Надо же! Ёж Соник лично принёс еду мне. Подожди, я не вижу дополнительных огурцов. Придётся тебе бежать обратно. А ещё и майонез. И что? Где соус для картошки? Время идёт, а заказ доставлен не целиком. Чем ещё могу помочь, сэр? Дэйв, на Рэбит Роу нет 154-го дома. Только 152-й и 156-й. Это розыгрыш. Ха-ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Я продумал хитрый план, который породит хаос, который Соник не видел в самых страшных кошмарах. О моей победе над Соником будут слагать легенды. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да! И что же это за хитрый план? Я нападу на него, когда он побежит на доставку, и заставлю его опоздать. Это хитрее, чем вы думаете. Вот увидите! Три заказа в три места на разных частях острова. Прости, но это невозможно даже для тебя, Соник. У меня всё под контролем. Не волнуйся, Соник, мы отобьём атаку. А ты тем временем выполни свою доблестную миссию по доставке еды на дом желающим. А-а-а! 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 Значит, дети останутся без ужина. Они будут плакать, но всё равно спасибо. А-а-а! Каждому по кусочку! Нам же не придётся платить полную цену за такие крохи. Могу дать скидку 10%. О, спасибо. Теперь нам хватит на что-то ещё. А-а-а! Решил взять меня в заложники? Не лейдет. Я всё равно доставлю все заказы за три минуты. А точнее, за три минуты или раньше. А-а-а! Стоит только помыть, тут же заляпают. А-а-а! 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 Извини, но я опережаю график доставки. А-а-а! А-а-а! Кто там? Соник, доставка! Соника нет! Нет, я Соник! Кто там? Это я, Соник! Откройте, доставка! Соник? Да, Соник! Открывайте уже! Соника нет! Последний! Мне никто не помешает! Осталась одна минута, Соник! Ты не победишь всех роботов и не проникнешь в мой замок вовремя! Тогда заказ станет бесплатным, и ты проиграешь! А-а-а-а! Минута? Слишком долго! Успею вздремнуть! Должен быть другой вход! Все, Фортуна! Я победил Ежа Соника! Какой славный день! Еще одна секунда! Нет! Но как? Я проник вместе с ними через секретный туннель. Уже не секретный. Вы вошли через секретный туннель? Снаружи шел бой. Другого входа не было. А там вся суть! С тебя 55. Плюс чаевые, пожалуйста. За отличную работу! Я хочу подарить тебе еще 10 бесплатных хот-догов! О, это работа не по мне. Я ухожу. О, наконец-то! А то я так устал от довольных клиентов. Здравствуйте, дорогие клиенты! Сегодня мне не терпится рассказать вам о новом предложении не амбургера по доставке. Когда привезут, тогда привезут. Озвучено по заказу АО «Первый канал», «Всемирная сеть». СОНИК БУМ Опасный друг Когда я давал деньги на раскопки, я считал это очередным налоговым прикрытием. Но сегодня им самим понадобится налоговое прикрытие. Потому что мы нашли древний и необъяснимо мощный Сапфир Фригоси. О-о-о! Оп! Спасибо, что сделали все за меня, неудачники! Ха-ха-ха-ха! Кушать подано! Ха-ха-ха! Иду на жесткую посадку, Тейлз. Готов? Понял. Кто понял? Это мне. Спасибо, я твой должник. По моим подсчетам, твой долг миллион. Обязательно всем сейчас отвечать. Общение – это ключ к хорошим отношениям, Соник. Кто вообще говорил об отношениях? Знаете, иногда вы такие занудные. Полагаю, это ваш Сапфир? О-о-о, нет. Раз Эггман за ним охотится, страховой взнос возрастет. Отчего-то страховые компании не любят суперзлодеев. Хотя странно, это почти одно и то же. Я за ним присмотрю. Люди жалуются, что я мало охраняю редкие камни. Вы не задумывались, что бывает с изобретениями Эггмана после битвы? Это еще работает! Она поправится. Более чем. Я починил схему и поставил чип личности. Следи, чтобы она была заряжена. И чтобы микросхемы не нагревались. И было достаточно масла Летит самолётик со смазкой Хорошо вы приветствуете девочек Девочек? С тобой пчелобот Тебе? Он сказал пчелобот Бе, это Беатрис Понятно? Всё просто, а поэтому гениально Я сказала гениально Да, ты права Мой пёсик Держите свою пчелу на поводке Умри! Нет! Ладно, Эггбен Новый год, новый ты Пора прийти в форму Мышцы горят Не перестарайся Эй, это мой пчелобот? Нет, это... Дикий пчелобот Да, так Если он дикий, значит на него не подействует моё устройство управления Ладно, перезагружу тебя паролем Неверный пароль? Я что, его изменил? Отчество орбота? Серийный номер мамобота? Как я должен запомнить пароль? Нужно использовать цифру за главную букву И Специальный символ Ещё менять его раз в полгода Буду пробовать Пока не выйдет Вход заблокирован Свяжитесь с вашей службой поддержки Мне нужно спрятать Бе. Конечно. Нам ведь не нужны ваши палатки для укрытия. Мы можем греться друг от друга. Хорошо, спасибо. Значит, иду в настройки общие, настроить общие. Все ясно. Спасибо, Кевин. Пора вернуть пчелу. Бе, ты в порядке? Что происходит? Ты ее выпустил. Не волнуйся, я ведь совсем не переживала, возвращая ее к жизни. Прости, Гагаба неведома чувство вины. Из-за этого я чувствую себя ужасно. Может, во мне говорит мама, но я не могу видеть Эми такой. Так лучше. Я беспокоюсь за Эми. Она сама не своя. О чем ты говоришь? Она душа компании. Посмотри на колпачок. Все, Эми, это уже слишком. Мы тебя развеселим. Прошло три часа. Думаете, кексики готовы? Нет, нет, нет. Не плачь, не надо. Должно быть, она ненавидит кексики. А мы, может, посмотрим твои альбомы? Да. Да. Отлично. Лишь одно мы не пробовали. Давай поговорим о наших чувствах. То, что нужно. Мне просто необходимо выговориться. У меня столько эмоций, столько... Придется это отложить. Эггман нападает. Отдайте камень, неудачники. У него есть имя. Герман. Правда? Странно. Хотя у меня есть Орбот и Кьюбот, а они не умнее камня. Пчелоботы, в бой! Пчелоботы? Стикс, нет! Может, среди них Белл? Не трогай Германа! Не бойся, он хорошо устроится, как энергогенератор моего мегабота. После установки он, а он значит я, а я значит я, стану неуязвимым! Ха-ха-ха! Нужно остановить Эггмана, прежде чем он поставит сапфир в мегабота. Ребята, я не могу рисковать Бео. Пока она у Эггмана, он всегда будет в выигрыше. Делайте, что должны, но без моего участия. В смысле, Бео с твоего участия? Что такое? С этими обновлениями мне придется называть тебя мега-мега-ботом! А-ха-ха-ха! Мы опоздали! Что? Я не опаздываю, только задерживаюсь. Но это по плану так, что не в счет. Короче, за дело! Я-я-я-я-я-я! А-ха-ха! 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 Ну, конечно! Так, так, это же Эмми Роуз. Где твой питомец? Хочешь, я ее позову. Пчела-боты! Как узнать, где Беа? Они все похожи. Не круто, Соник. Не бойтесь, я знаю, как найти мою Беа. Я так скучала. Покажем этим пчелоботам, кто тут пчелобос. В моей голове это звучало остроумнее. Вы же не ждали, что будет так просто? Мегабот, убери этого пчелиного предателя с неба. Как ты посмел? Ну, ладно, возможно, я погорячился. Должно сработать. Стойте, чуть не забыл. Ах да, Беа стала немного сильнее, чем раньше. Этот сапфир, он очень мощный. Не волнуйся, Герман, шрамы украшают. Вот, так заканчивается мой самый любимый альбом. Идем, Беа. Озвучено по заказу АО «Первый канал», «Всемирная сеть». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...